И всем привет ребят, с вами с Тарваникой, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами возвращаемся к новому Гауссу с устройством Супер Соленоиды. Сегодня будем его тестировать с дроном Кемпер, с тем самым дроном, который уже возможно в ближайшее время занерфят, уничтожат и уберут с нашей игры. Но пока этого дела не произошло, мы вместе с вами выкачиваем наш замечательный Аресик, берем эмуночку для этого Аресика, какую бы нам лучше взять, наверное, чтобы нам расходку не сбивали, иммунитет от Эмми. Так, ну и будем отправляться сегодня в бой, сейчас еще возьмем какой-нибудь резистор дальнобойной пушки, ну пусть будет, например, рельса. Берем дрон Кемпер, ну и вот такую вот торпедку мы сегодня вместе с вами будем пробовать реализовывать, посмотрим, что из этого получится. По моим подсчетам с этим устройством должен быть ваншот среднего танка под как раз-таки повышенной ДДшкой Кемпера. Если это так, то это будет очень и очень круто, ну и посмотрим, насколько вообще эффективно все это дело работает и почему нашего замечательного Кемпера, который, как по мне, актуален, возьмут и совсем скоро уберут из нашей замечательной игры. На шикарнейшую карту меня закидывает для Гаусса. Эта карта называется Study On. Так, теперь только единственное, мне надо ловить сводки. Мне надо ловить сводки, которые пока что ловить тяжело. Ой-ой-ой, что так они уезжают от этой сводочки? Четверочку в голову, играть будем от дроповых расходников тоже. В принципе, наверное, даже мы на один шаг вниз можем спуститься. Посмотрим, что у нас тут по резистам у противника будет еще от нас. Ну и посмотрим вообще, как мы будем здесь накидывать наш замечательный урончик. По 1600 по резу у нас позалетало. 1600, конечно, это супермало. Но посмотрим, что у нас вообще здесь может залететь. Будет ли вообще команда противника у нас здесь сопротивляться, потому что пока что это выглядит как фулл фарш катка. Будет ли какое-то сопротивление? 3000 в голову, это очень хорошо. Так, ну и пока меня вообще даже еще и тычки не дали. То есть это максимально кемперское вооружение. 6600 залетает, да. Будет у нас ваншот среднего танка с этим устройством. И это, конечно, меня не может не радовать. Если эта катка будет у нас крайне быстрая, то мы скатаем еще одну. Точно, железно. Так, ну и вот здесь рядом... Блин, с дроповой ддшкой, конечно, стоять очень и очень выгодно. Напомним, что это устройство не дает сплэш урона. Да, то есть сплэшом у нее выстрелы залетают. Так, хотел сказать, крайне слабый. И тут два танка в упоре стоят. И сплэшика в голову по 3900. Сюда контактик залетает. Да, в упоре этот сплэш работает. Ну и как вы видите, что в самом упоре этот сплэш максимальный. Даже 3300 с выстрела залетает контентичек. Так, ну и я стою под дроповой ддшкой, которая совсем скоро должна у нас выпадать. 500 урона без дд. В принципе, ничего удивительного. Но вот с ддшкой, конечно, урончик залетает прям супер слабкий. 1200. Есть контактик. Почему я выбираю арес? Арес, в первую очередь, это тяжелый корпус, который идеально подходит для кемпера. Ну а во-вторых, у меня есть возможность кинуть шарельник, если это будет необходимо. Пока что в этом особой необходимости нет. Поэтому я просто стою на кемпичке и отрабатываю. Но урончик залетает прям мега сочный. Прям мега сочные циферочки у нас залетают. И с этой сводочкой, конечно, можно очень и очень круто и эффективно работать. Вот так вот по 660 в голову. Так бэх, бэх. Ну и, конечно, идеально работает это все дело на именно больших картах. Так, шафт целится. Есть дроповая ддшка. Я даже, если честно, особо расходку никакую тут не прожимаю. Потому что особо в этом смысла и необходимости нет. Так, попробуем вот эту. Ага, Викингайзиду хотел слить. Но, к сожалению, там нулевой урон. Так, шареллу вот такую вот пустим. Аккуратненькую. Пусть полетит что-то у нас там в контенте какой-то. Так, и по шафтецкому. 3300. Сюда, контактичик. Очень хороший урон. Прям мега хороший урон, когда залетает ваншот среднего танка. Ну, это лично меня не может не радовать. Бах! 6600. Сюда, в эту голову. 11 килов за 3 минутки. Есть контактик. Чисто на кемпере. Чисто на аккуратничек. Просто на стоялове. Вот такой вот. И, в принципе, в принципе, в принципе. Если так чисто логически взять. То, я думаю, что какую 50-ку, 60-ку с этой темкой можно точно выруливать за бой. Да, если еще противника хорошо будет под тебя пикать на ваншотиках. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие циферочки можно здесь иметь. Какие можно тычечки вкусные на залеталову делать. 12 на 0 пока что стоим. Ну, и наш тиммейт ставит уже последний флаг. Поэтому мы сейчас будем пикать. В новую каточку есть контактик. Ну, кемпер круто смотрится. Круто смотрится с этим гауссом. При том, что ты не тратишь никакую дополнительную расходку. Если все время держишь у себя фулл хп-шку. То тычки залетают прям, ну, реально вкусные. Прям реально вкусные залетают тычечки. Главное, чтобы меня сейчас закинуло на большую карту. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, даже если честно не знаю. На полигоне получится у меня реализовать это устройство или не получится. Полигон, наверное, довольно маленькая карта. Ну, давайте попробуем. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Если получится начать неплохо, то останемся. Если поначалу сразу будет не все так круто, не все так гладко. Будет залетать большое количество урона по мне. То тогда мы, может быть, перепикнем эту каточку. Так, будем стоять где-то вот здесь, вот на далеких расстояниях. В принципе, особо расстояние не имеет значения. Да, далеко я стрелю или близко. Все это дело все равно работает от сводки. Но я сделаю такую дистанцию побольше. Чтобы, ну, по мне как минимум меньше урона влетало. Да, и быть может, у меня как раз-таки на этом сейве, на фулл хпшке. У меня вообще бы по-хорошему бы встать, где дроповая ддшка падает. Где у нас здесь дроповая ддшка падает? Дроповая ддшка у нас, если я не ошибаюсь, вот тут падает, да? Да, вот в этой зонке у нас падает. Но противник будет пушить под эту зону. А сверху у нас здесь дд нету. Снизу вот здесь. Хорошо, прячемся аккуратненько. Чтобы не получать тысячечку. Ага, и гаусс. Мне такое же по ощущениям не в голову прилетает. Супер соленоидовский гауссик. Нет, дроповой ддшки здесь нету. В такой прям зоне хорошей. Поэтому, ладно, давайте встанем где-то тут. Противник уже начинает навал делать. Устный новельщик начинает делать. Попыточка увоза. Но пока что это... О, вот эта позиция мне нравится. Вот эта позиция, кстати, мне нравится. Вот здесь противник, кстати, будет открываться под нее очень неплохо. Единственное только, чтобы мне тут не залетало в голову прям супер много. А вот здесь ддшки тоже нигде не падает. Блин, надо, чтобы орех пересмотрел зоны дропа. Надо, чтобы ддшечка где-то здесь появилась. Потому что без ддшечки в такой зонке, ну, не сказать, что хорошо. Да, я бы все-таки, ну, ддшечку где-нибудь бы дал бы. Где-нибудь здесь бы ддшечку бы поставил бы вкусненькую. Ддшечка бы здесь лишняя бы не была бы, это точно. Это точно, ддшечка бы мне бы очень сильно пригодилась бы дроповая атака. 6 на 1 пока что мы вместе с вами идем. Так, противник открывается. Ой, хорошее, 3-300. Сюда в голову, 3-300. Оп, под этой стеночкой, кстати, меня особо даже выбить с этой зоны не могут. Поэтому орехик пикает сюда эту 3-300. Беброчку ему в голову. Так, и теперь мы можем, в принципе, чуть-чуть вот сюда опять на позиционочку сместить. Это ваншот, шикарный, 3-300 просто. У хопера 2 кхп, я ему 3-300 сюда в голову даю. Бесшансово. Так, хопер меня выпушивает. Ага, 500 урона. Плюс заморозка, габела. Короче, меня просто на упорчике уже начинает здесь кошмарить хопер бесшансово. Ну, а что поделать? Что поделаешь? Ну, ничего не поделаешь, когда вот так вот на кошмаринге мне влетают типоны. Так, но зато мы можем вот встать где-то вот здесь вот так вот аккуратненько. Оп-оп-оп. А что это, сводочка у нас не залетает? Не понял прикола. Хорошо, 3-100. Ой, 3-3-500 даже. 3-500, не 3-100. 3-500-очка залетает. Вкусная. Так. Оудик на центре. Ой-ой, сбилась сводочка. 1900 по резику, да? Шареллу вот такую какую-то даю. Так чисто на врывчик, может быть, зацеп какой-то произойдет. В надежде на зацеп, так сказать. Оп, 6-600, сюда контактик. 6-600, сюда контактик. Так, здесь викинг у нас стоит открыто. Оп. Хорошо. Нет, не хорошо. 600 урона всего лишь. Тоже резист у нас какой-то. 5 резов от Гаусса. Офигеть. Ничего себе, противники резистов берут от этой пушки. А зачем так много резистов-то, я не понимаю. Зачем так много вам резистов? Оп, Шарелла в дэвчик летит. Так, Шарелла вниз уходит. Так, возврат, возврат. Нет, страховочка бы, какая-то бы. А, страховочки нету. Очень хорошо, что, кстати, нет сплэш-урона у этого устройства. Я могу спокойно, так сказать, сводиться в упоре. Это сводка по мне. Ага. Верная сводочка по мне залетает. В принципе, ничего такого страшного нету в этой четверной сводке. Такая не самая сильная и противная вещь. Так, Хоппер мне сбивает просто повышенную, повышенную расходку. Ну, такой наглый-наглый Хопперочек на молоточке. 11 киллов. Ну, ну тяжеловато. Для такой карты тяжеловато. Тяжеловато, конечно, с реализацией этого Гаусса. Здесь особо так дистанцию не половишь на нем. Но урончик залетает, конечно, стычки очень сочные. Ну, прям мега сочные. Урончик стычки прям, ну, максимально приятный. Прям мега жесткий. Может быть, даже стоило мне в какую-нибудь TDM-ку пойти, знаете, чтобы тиммейтам не мешать по режиму. Давайте, наверное, попробуем. Давайте попробуем запикаться. В принципе, у нас видос еще не так много идет. Поэтому давайте пикнем. Хочу попробовать какую-нибудь TDM-очку. Еще и на какой-нибудь большой карте. Либо в каком-нибудь бресте. На такое здоровое надо. Прям контентовое такое. Чтобы вот прям мега сильно могло залетать у нас. Я, конечно, записываю видос утром. У нас особо сильно большого количества боев нет. Поэтому есть возможно... Есть... А, нет, нормально. Все хорошо. Я думал, что просто долго буду пикать. Ну, вроде нормально. Быстро запикивает. Посмотрим, что еще по карте нам предложат. Надеюсь, что это какая-то большая карта. Что такая соленоидовская темочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, хорошо. Вот Форест неплохо. Форест реально неплохо. Так, пока что жмем не true. Мне в очередной раз, наверное, найти дроповую ДДшку. Где у нас здесь дроповые ДДшки падают? Дроповые ДДшки у нас падают вот здесь вот слева сверху. Если я не ошибаюсь. Нет, здесь броня падает. А, у нас в матчмейкинге падает справа. Да, сверху получается. Бен, я бы на широкую хотел бы стоять. А чтобы на широкую стоять, мне надо стоять снизу. Да, то есть сверху я, ну, на широкую не постою. Так, по радару у нас противников вообще нету в моей зоне. И одного противника нет в моей зонке. Ладно, давайте на агрессивничек тогда сыграем. Ой, хорошая. Хорошая могла быть сводочка. Шикарная сводочка на 4400 под ваншотик среднего танка. Просто под ваншотик среднего танка. Вот так АФК стоим. Хорошо, 6600 в голову. Даже бесшансовая. Так, рельса выпикивает. Васпик тоже выпикивает. Аптечку под ВАСПА. И фулл сводочку ему в голову на 2200. Шикарно. Разруливаем ситуацию. Так, ну и что мы можем здесь придумать? Ну, сверху надо стоять тогда, получается. Снизу нет смысла стоять. Поэтому идем наверх. Встаем под вот эту дроповую ДДшечку. И пытаемся держать зонку от этой ДД. Плюс под контролинг центрального овердрайва. Чисто под ОУДик будем играть. Чисто вот так вот разруливать как-то эту ситуацию будем пытаться. Не знаю, что из этого у нас получится, конечно. Но будем пробовать. Так, дроповая аптечка еще здесь падает тоже. Шикарная. Так, попробуем сейчас от этого молодого вот ехать. Чтобы он мне не слил сводочку по вот этому молодому. Не вижу смысла играть с этим устройством без сводок. Да, многие, конечно, могут мне сказать, что типа зачем чел по КД сводишься, если можно давать тычки обычными выстрелами. Но если у этого Гаусса преимущество как раз таки в сводке в большем уроне, то я не вижу смысла стрелять обычными выстрелами. Если у меня есть повышенная возможность сводки, то я и буду стрелять тогда повышенной возможностью сводки. Потому что у меня с обычным выстрелом повышенного урона нет. Да, поэтому никакого смысла кидать обычные тычки по противнику я не вижу. Да, то есть играем, поэтому чисто на сводках. Четыре килочка у нас есть. Маловато, конечно. Но будем пробовать что-то разруливать. Что-то разруливать в такой катке. Получится, не получится. Сейчас мы, в принципе, вместе с вами все это дело и узнаем. По воспу сводку 3300 хорошую оформляем. Так, здесь у нас противничек тоже выпикивает на диктаторе. Бах! Хорошо 3300 в голову залетает. Так, под дроповую ддшечку мы играем. Скоро она, кстати, должна уже выпадать, по идее. Ну и главное, что противник тоже подверг, выпикивал. Противник под низом будет там кататься, а то ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что мне надо от этой дроповой ддшечки что-то разруливать как-то ситуацию. Но ддшечка улетает, а противника нет. Нету, просто нет противника. Где противник, алло? Алло, гараж, где противник? Противник там один какой-то васпик полудохлый бегает. Стороны в сторону и все, да? Ну, плохо, 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 плохо. Попробуем запушить. Не знаю, что из этого выйдет. Попробуем сыграть на супер агрессичах. По воспу сводочку хорошую выдаем. У меня есть шареллы уже. Поэтому, в принципе, под их ддшку можно и сыграть. Агрессивно 1600 урона. На кемпере. Чисто чел на кемпере играет в агрессию. Вы понимаете, да, насколько он гениален? Насколько он гениален в своих решениях, что он на кемпере играет в агрессию. Ну, а что мне делать? Делать больше, в принципе, и ничего особо. Когда у нас противник... Когда у нас противник не хочет ехать на меня. Так, вот такую вкусную шареллу выдаем. Мне сбивают аптечку. Можно было бы эту шареллу выдавать в центр. Я не видел, что падает оудик. Поэтому кинул шар влево. Ну и 10 киллов. 10 киллов. 10 киллов. Пока что не все шикарно. Пока что не все так круто, как хотелось бы. Да, хотелось бы, конечно, тут побольше киллов иметь. Пока что количество киллов не является столь большим. То есть, какую сороковочку за эту катку выбить, то, наверное, будет неплохо. Поэтому пробуем, стараемся. Для кемпера выдавливать максимум урона. Опять резистов очень много начинает брать противник от Гаусса. Но я просто немножко в шоке от того, сколько резов берут от этой пушки. В принципе, ну, для меня, наверное, по ощущениям, от нее не должно столько брать резов. Не должны брать столько резистов. Но, с другой стороны, если у вас есть другие пушки, да, то есть вы, например, берете такую суперсоленоиду, да, вот эту вот соляночку, вот эту вкусненькую. А потом так, бутс, и переодеваетесь, например, на Громчика, да. То есть, Громчика какого-то вкусного взяли и разрулили ситуацию. А противник уже резы от Гаусса взял. И все, вы спокойно его на Набревалову отправляете и выигрываете, да. Вот такие тиммейты пытают, бывают, попадаются, просто бьют по мне. Неплохая темка по тиммейту накидывать урончик. Так, Шарелла на линию, нифига себе чел дает на линию жесткий шар. Он даже и попал его идеально. Так, ну здесь в упоре, конечно, уже обычными тычками разрабатываю типоны и при этом еще даже сумочтожаюсь. Даже на сумочтожение ушел мой танк. Так, ну и пока что по ситуации на карте у нас не все так гладко, не все так четко. Успели дать сводку до выстрела рельсы. Успевает ли моя пушка стрельнуть быстрее? Не знаю, наверное, нет. Скорее всего так. Не сбили, сбили. Оудик падает на центре. Забираем этот Оудик. Так, откатываем чуть влево. Ну и давайте, например, по этому диктатору. Бах, такую вкусненькую. Тыченочку. Оп, и Шареллу надобавочку. Там как раз три танка у нас было. Одного зацепка есть. А, ну и больше нету, да, зацепочки. Один танк на зацепку у нас залетел. Сыграем под домчик, может быть, вот здесь, вот так вот. Сейчас попробуем здесь от дома постоять. 1700 на урон и у нас залетает. Ну и попробуем вот здесь еще вот так вот разработать что-то. Что-то разработать. Хорошо. Арейсиком тычечку даем. Ну, против резов, конечно, да, такое. Ну, в моменте, конечно, тяжеловато. Тяжеловато. Если бы я кидал бы больше по безрезу, то, конечно, в моменте было бы поприятней, повкуснее. Ну, а что я могу поделать? Ну, так вот игроки у нас быстренько берут резисты от меня. Да, понимают, что все-таки Гаусс может накидать очень неплохо. Ну, и, соответственно, сразу резисты в таком большом количестве. Шесть. Шесть из восьми. Просто шесть резов из восьми у нас берут игроки от Гаусса. Сильно? Не то чтобы сильно, но прям очень сильно, я бы сказал. Прям очень сильно. Так, 3300 урона. Залетали, кстати, каточку мы проигрываем. Пока что мы бесшансово проигрываем катку. Вообще без шанса на камбэч. О, интересно, кстати, такой хоппер ваншот. Ваншотается или нет? Если он с резистом бы ваншотался, вот это был бы прикол бы. Если бы вот так вот просто бы вкусный ваншот бы залетал бы. Так, но эта катка у нас тоже проигрывается по ощущениям. По ощущениям проигрывается. Первая вот карта со стадионом, там было прям мега круто. Прям мега круто. Там и расстояние подержать можно было, и даже против резиста можно было себя очень неплохо проявить. Здесь у нас уже мета продувов начинается какая-то. Начинают типы выпушивать. Овердрайв лежит на центре. Противник видит ли меня? Наверное, не видит. Наверное, не видит, да. Хорошо, шикарно. 4400 в голову залетает. Тиммейт его овердрайв забирает. Так, ну а меня начинают чуть-чуть кошмарить. Против такого кошмаринга, конечно, кемпер уже начинает работать, ну, не самым лучшим образом. Конечно, можно пытаться из него все равно выжимать что-то. Но это уже совсем-совсем другая история. И совсем другой кемперочек. 2900 даже залетает без повышенного урона. 2900 по бездашному типу с резом. Да, неплохо, неплохо, неплохо. 20-ку свою я набил. Хотелось бы, конечно, набить в такой катке хотя бы сороковик. Хотя бы сороковик. Но пока у нас тут противник на выпушинге. Да, я даже не успеваю дать ддшную под нулевым уроном. Пушит меня тип дальше. Безшансово, просто безшансово. Безшансово на выпушинге. Против кемпера. Здесь, как говорится, против лома. Есть приемы. Так. Ну, хотя это у него как бы лом. Поэтому у меня как бы и нет приема. Если честно. Попера Жига на мете сейчас супер сильно себя показывает. Кстати, что у него по устройству? Циферный тип. О, на компактных нас же двигается. Компактные, кстати, тоже стали себя как-то очень неплохо проявлять. Так, 1700 у нас, кстати, залетают по сводке. Со сводки по резисту. 1700. В принципе, неплохой урон. Даже, я бы сказал, был очень хороший урон. Но противник прям уже в супер агрессию играет. Если начало катки у нас было хорошее под нашу команду. Ой, шар залетает, не залетает. Ой, ну блин. К сожалению, там не на откатке назад. Я его давала просто напередку. Хотел быстренько успеть зацепить под оудик. Но зацепочка у нас не получилась. Супер шикарная. Но вот плюс, то что ты можешь сводиться в упоре по противнику. И при этом не наносить себе урон. Да, и при этом наносить большое количество дэмэджа. Это, конечно, выглядит прям очень приятно. Прям очень приятно. 50 киллов остается противнику до конца катки. Я думаю, что мы уже давайте доиграем этот бой. Конечно, он в салат проигран. И меня тут уже немножечко накошмарили. Но в очередной раз, если вернуться, например, к кемперу. И поговорить немножко о дроне. Все-таки, как вы уже знаете, а может не знаете, совсем скоро этот дрон будет выводиться у нас из игры. И его будет, грубо говоря, удалять. Я бы сказал, что это один из немногих дронов, который реально интересен в нашем матчмейкинге. Который имеет дополнительные плюсы. Но эти плюсы реализовать в игре могут единицы. Я сейчас не говорю про паркур. Я понимаю, что в паркуре вообще, в принципе, этот дрон является самым метовым. И все его там используют. Но если судить его с точки зрения именно просто матчмейкинга. Я вот знаю единиц. Единиц, кто умеет его грамотно реализовывать. И, что самое главное, это хоть и сложный для реализации дрон. Но если вы научитесь с ним грамотно играть, он может вам быть настолько полезным. То есть, ваша задача всегда жить на фулл хп. Вот как, например, я начинал катку на стадионе. Вы видели, что у меня постоянно было фулл хп. То есть, по мне, противник особо не накидывал. Я прятался и постоянно давал максимальный дэмэдж. А этот максимальный дэмэдж, он больше, чем урон с кризиса. И плюс, грамотно находите дроповую ддшку, отыгрываете от нее. И накидываете за счет этого большое количество урона на постоянной основе по противнику. Поэтому, если научиться грамотно реализовывать дрон, то это вот один из таких вот дронов, который является реально скиллозависимым. Да. А его просто, ну вот, говорят, что он неактуален. Да. И его просто вот совсем скоро возьмут и удалят из игры. Для меня вот, например, такие моменты. Ну, немножко даже какие-то грустные, обидные. То есть, что есть такие дроны, которые реально в нашей игре являются скиллозависимыми. Их тяжело реализовать. Но при этом говорят, что, типа, там, ну, можно его просто убрать. Просто взять и убрать. Да. То есть, типа, как бы, упростить ситуацию, там, взять и убрать дрончик. Ну, а почему бы и нет? Почему бы и взять и не убрать? Так, ну, 6600, когда залетают стычки, это, конечно, суперхороший урон. И ваншот любого среднего танка под, как раз-таки, ддшкой работает. Как я, в принципе, и говорил. Все в этом плане работает, как я и думал. Поэтому, круто. Круто. Можно пробовать реализовывать это устройство. Можно пробовать давать с ним большое количество киллов. Если правильно, грамотно играть, то я думаю, что 100% его можно реализовать вот в таком виде. Вы именно ареса гаусс. Но если противник, например, берет большое количество резистов от вас, ну, тогда у вас есть отличный вариант поменять эту пушку на, ну, условно, какого-нибудь грамма. Да. То есть, берете грамма, берете рельсу ту же самую, да, которую сейчас тоже, пометьте, себя неплохо показывает. И реализуете. Да. То есть, не играете, как я, против шестерых, шестерых, шестерых резистов, а просто берете и красивенько меняете эту замечательную пушку. Ну, и вкусно реализуете. Даже с такой каткой 30 киллов я дал, да, в упорчике и против шести резистов. С кайфом. Я думаю, что очень даже неплохо. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу кемпера. Какого вообще мнения вы об этом дроне? Считаете ли вы закономерным и правильным удалять его из игры? Ну, и напишите, как вам такая вот замечательная комбинация. Обязательно поддержите данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот замечательный канал. Ну, и не забывайте про то, что у нас, как всегда, есть замечательный розыгрыш. По моему личному тегу, который можно найти в настройках игры, в аккаунтике, на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов. Прямо сейчас этот розыгрыш проходит. Поэтому устанавливаем тег. Оформляем покупочку в магазине. Там танкоинчики. Мамочку вкусную забираем. Хоп. Спускаемся в описании. Заполняем форму и участвуем в этом замечательном розыгрыше. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.